МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Моё имя Ариадна будто бы определило мой жизненный путь. Мне удавалось находить выход в, казалось бы, самых безвыходных ситуациях. Наверное, от того, что ещё с детства я выработала для себя правила Если страшно, иди прямо на то, что пугает. На крепкий засов закрыла перед нами свои двери Россия. Мы в изгнании, забвение, вот удел, который уготовили нам большевики. Но мы, свидетели стольких потрясений, должны оставить потомкам наши показания. Ариадна Теркова – это один из самых ярких героев русской истории 20-го века. Книги Ариадны Владимировны Терковой и Вильямс были под строжайшим запретом, поскольку она никогда не скрывала того, что она непримиримый враг большевиков, непримиримый враг советской власти, и в эмиграции активно действовала в этом направлении. Все её сочинения были под строжайшим запретом, как крайняя антисоветчина, в том числе и книга о Пушкине. Так что в эмиграции знали эту лучшую, на мой взгляд, биографию Пушкина. Я её ставлю выше даже Тыняновской. А у нас на родине, здесь на родине, её не знали вплоть до конца 90-х годов прошлого века. Вспоминаю свой детский сон. Мне снилась мать. Она была молодая и села. Блистала на военных балах, Кружила головы военных и гусар. Вдруг подходит она ко мне со словами «Смотри, это то, чего больше не будет». Тогда я не придала этому сну значения. Поняла много позже. Я помню, в детстве мы в церкви молиться не хотели. Старшая сестра приносила с собой книжку революционных стихов издания о народной воле. Во время обедни под видом молитвы она читала призывы к бунту и террору. Хотя по природной своей кротости была не способна обидеть и муху. Все это мне маленькой гимназистке казалось необыкновенно смело и умно. Впервые Тырковы появляются на страницах русских предописей еще в 14-м, ну по крайней мере 15-м веке. То есть старинный дворянский род. «У Владимира Тыркова была очень большая семья, даже по понятиям 19-го века. У Ариадны Владимировны было шесть братьев и сестер. Дина была маминой дочкой. Она больше привязана к матери и вспоминает о ней гораздо подробнее и теплее, чем об отце. Так вот она пишет, что мать широко образованная женщина, она увлекалась живописью, была убежденной шестидесятницей, либеральные взгляды она подчеркнула из крестьянского учения и из книг. Вот совершенно очевидно, что именно под влиянием матери девочка стала зачитываться гражданской поэзией Некрасова. И прежде всего его поэмой «Русские женщины». Не могли мы не верить Некрасову, что нет на свете народа несчастнее русского. Почему наша родина так обездолена? Некрасов давал и ответ. Виноваты все сытые, богатые, сильные, властные. Надо идти против них, стать на сторону голодных, нищих, слабых, бунтующих. Все, наверное, проявляется в детстве, и черты характера тоже. И в детстве же проявились у Ариадны и вольнолюбие, и строптивость, и самостоятельность, за которые, в общем, она поплатилась. Из последнего класса частной гимназии Аболенской ее исключили с формулировкой «за худое влияние на подруг». Но, вероятно, действительно, она распространяла вокруг себя некий вирус вольнодумства, потому что кроме вольнолюбивой матери существовала еще двоюродная сестра. Матери, которая ходила в народ и за это угодила на пожизненную каторгу. Ну и, кроме того, родной брат Ариадны Аркадий, 20-летний студент, участвовал ни много ни мало в подготовке покушения на Александра Второго. И за это тоже был осужден. Так что уже действительно в самом детстве Ариадна получила прививку вольнолюбия. Надя Крупская была одной из моих близких гимназических подруг. В Наде был аскетизм русской революционерки. У нее не было ни тщеславия, ни ненасытного властолюбия, которое овладело ее мужем Лениным. Помню наши жаркие споры. Что нужнее для человечества – Пушкин или рабочий с хорошо развитым классовым сознанием? Это были мои первые стычки с марксизмом. Мать Крупской, оглядывая нас добрыми и грустными глазами, неожиданно говорила «Дина, ходили бы в церковь почаще, а то все мудрствуете». Я улыбалась, а Надя сердилась, что с ней редко случалось. Если бы только учителя сумели внушить нам, что Россию надо беречь и любить. Но они и сами этого не понимали, уверенные в ее незыблемости. Один поворотный момент в ее жизни как раз в эти годы. Вместе со своими товарищами она принимает участие в демонстрации протеста против преследования студентов. Студентов забрили в армию в 1901 году за политические выступления. И вот стояла демонстрация. Демонстрация на Казанской площади, перед Казанским собором, на Невском. Правительство совершило грубейшую ошибку. Было дано распоряжение разогнать эту демонстрацию, не останавливаясь ни перед чем. И вот представьте себе, весьма почтенные люди. Профессора университета, художники, поэты, дамы, студентки, бестужевки, да? И вдруг из-за угла выскакивает несколько эскадронов казаков с нагайками и избивает эту толпу в крово. После этого, значит, вяжут всех подряд и растаскивают по разным тюрьмам Петербурга. Красивая, статная, гордая, с высоким чувством собственного достоинства Петербурга была также избита и брошена в женскую тюрьму, которая тогда находилась в Литовском замке. Это унижение она не могла простить уже никогда этому режиму, этой империи. Физическое ощущение сжимающих тебя стен. Сознание своего бессилия, беспомощности – это ужасно. Один способ его преодолеть – это сразу составить себе строгое расписание занятий. Передо мной лежало перо и бумага. Я начала писать. Писать, что придет в голову, чтобы занять это бесконечно тянущееся время. Я писала, что родилась на Кушелевке, на Охте, в просторной городской усадьбе графа Кушелева-Безбородка 13 ноября 1869 года. Зимой мы жили в Петербурге, летом на Вергеже, в родовом Терковском имении на Волхове. Дальше полоса ее жизни, о которой мы очень мало знаем, в своих воспоминаниях она об этом практически ничего не пишет. Поэтому буквально анкетные данные. Итак, где-то в 89-м, в конце 89-го, или в начале 90-го года 20-летняя Ариадна Владимировна встречает инженера, корабельного инженера Альфреда Бормана. Через год у них появился сын, его назвали Аркадием, видимо, в честь брата народовольца, который в это время находился в Сибири. Еще через некоторое время дочка. В 97-м году, то есть 7 лет спустя после венчания, брак распался окончательно и без поворотов. Ариадна Владимировна уходит от мужа и забирает с собой двух маленьких детей. Насчет того, что для нее служила нитью Ариадна, и в свою очередь она могла эту нить протягивать, да это вот внутренний духовный поиск. Это следование своей собственной правде. Вот она могла удерживаться, держась за эту нить, которую Юнг назвал путем индивидуации, за свою цель, за свою самость и двигаться туда, вот интуитивно улавливая правильное направление. У нее был компас какой-то внутренний, который ей говорил, вот сюда не надо идти, а вот сюда вот надо идти. Да, там никто туда не ходит, но ты пойдешь туда, потому что это твое. Мы жили с детьми в маленькой дешевой квартирке на песках. Вся жизнь была дешевая, на житье не хватало денег, работы не было. В какой-то момент меня охватила паника. Ужасало сознание, что я оторвала детей от обеспеченной жизни, и что даю взамен. Я схватилась за журналистику и сделала писательство своим ремеслом. Она направляет свои корреспонденции не только в столичные газеты и журналы, но и в далекую провинцию. У нее покупают материалы в Ярославле, в Екатеринбурге, и через некоторое время она уже вполне состоявшийся журналист и вполне уже обеспеченный человек. Вот ее первая победа над судьбой. И в разгар вот этой удачно складывающейся журналистской карьеры она встречает человека, который во многом определил дальнейшее развитие ее жизни. Она встретила апостола либерального движения, союз освобождения. Дмитрий Иванович Шаховской был одним из создателей, один из моторов, один из движителей этого движения. Я должна была съездить в Гельсингфорс и привезти журнал освобождения. Эта авантюра меня забавляла. Мой спутник положил свои мешки в карманы шинели. Он считал, что совершенно ни к чему заниматься глупым прятанием. Конечно, жандармы обнаружили их. Мне было смешно и досадно, что мы так глупо, так поребячески попались. Я видела, как уходил в Санкт-Петербург наш поезд. В этот момент мне так захотелось домой. Я подумала, вот уже утро, дети поднялись и собираются в школу, а я заперта здесь. Суд приговаривает ее к двум с половиной годам тюрьмы. Ей удается выйти на некоторое время под залог. Ну, видимо, считались тем, что все-таки она мать-одиночка, то у нее на руках двое маленьких детей. Она воспользовалась этим и тут же совершила побег. А ей говорят, Дина, ты с ума зашла? У тебя девочка четырех лет, куда ты побежала? Она говорит, ничего, ребята, упакуйте мне эту девочку и мальчика и доставите за грани, а я побежу, потому что я не буду сидеть в тюрьме. Вот понимаете, вот на этих контрастах, да? То есть все время против течения. Нет, не покорюсь, а я думаю по-другому. Абсолютная небоязнь оказаться в меньшинстве, да? Одной против всех. С юных лет я воображала себя героиней, мыслила кого-то спасать, обличать, бороться. В этом стремлении было много незрелого, наивного, непродуманного, много простодушия. Русская интеллигенция взрывала самодержавие, чтобы освободить и обогатить народ. А получился коммунизм, рабство и террор. Она в Женеве навестила свою подругу. В это время Владимир Ильич Ульянов и Надежда Константиновна Крупская, также иммигранты, жили в Жене. И вот Дина пришла к Наде, они поужинали и затем Ленин провожает Теркову до трамвая и потом она вспоминает, что по дороге он начал меня дразнить за мой либерализм. Я ему отвечала, надо сказать, что она никогда за словом в карман не лезла, была очень колкой, острой полемисткой. И вдруг я увидела, как у Ленина загорелся какой-то злой огонек в глазах. И он вдруг мне сказал, а вот таких как вы, когда мы придем к власти, мы будем на фонарях вешать. И я, говорит, не почувствовал в этом ни тени шутки. Но тем не менее попробовал отшутиться, сказал, так я вам и далась в руки. Я верю, что трагические уроки нашей страны послужат суровым предупреждением для других народов. Если они поймут наши ошибки, наши заблуждения и наши преступления, и если избегая их они найдут другие пути, более верные, менее жестокие, тогда мы, русские, будем иметь хотя бы утешение, что неимоверные страдания нашей Родины оказались исторической жертвой, принесенной во имя лучшего будущего всего человечества. Мне иногда кажется, что, может быть, и в тюрьму эта женщина попала не зря, и за границу после тюрьмы попала только для того, чтобы встретиться там с Гарольдом Вильямсом, корреспондентом российским, одной из английских газет, со своим будущим мужем. Это была удивительная встреча, удивительный, наверное, человек, потому что он был полиглот, знал около 50 языков, был толстовец. Правда, он был младше ее на 7 лет. Я как-то не доверяю таким союзам вообще-то, потому что думаю, что женщина всегда как-то стареет раньше. Но вот на удивление этот брак оказался счастливым. В 1905 году после амнистии я вернулась в Россию, стала главным редактором ежедневной газеты «Русская молва» и единственной женщиной, избранной в ЦК партии кадетов. Жизнь кипела вокруг. Надо себе представлять, какой труд работать просто в ежедневной газете, да еще на главном посту, насколько она успевает сделать в это время, и литературным отделом при этом у нее заведует не кто-нибудь, а Александр Блок. А ведь это еще не все. Она успевала еще бороться за эмансипацию женщин, и не просто она ездила в целые турне по России с лекциями по этому вопросу. Очень хорошо пошутила на эту тему Василий Васильевич Розанов, который как-то звонил ей, не дозвонился и сказал, ага, понятно, Теркова опять поехала баб на дыбы поднимать. Между прочим, ее враги очень симптоматично шутили. Они говорили, Теркова единственный мужчина ЦК кадетской партии. Вот эта волевая, резкая, племистка, женщина, которая всегда доходила до цели, которую ставила перед собой, она производила впечатление мужчин. Она приветствовала февральскую революцию, хотя без избыточного восторга эта женщина начинала понимать, чем может обернуться революция в России. Но, будучи человеком принципиальным, мужественным, последовательным, она всю жизнь боролась против этого самодержавия, когда она рухнула, она подставляет свое плечо. Она входит во временное правительство, хотя не верит в успех, уже не верит. Я не отрекаюсь от своего прошлого, от основных идеалов права, свободы, гуманности, уважения к личности, которым я по мере сил служила. Я горько сожалею, что наше поколение не сумело их провести в жизнь. Не сумело, да и не смогло утвердить в России тот свободный демократический строй, к которому мы так стремились. В марте 1918 года становится ясно, что дальше уже в Петрограде оставаться невозможно. И она вместе с Гарольдом уезжает в Англию. И вот здесь произошло нечто, о чем даже историки наши очень редко вспоминают. Оказавшись на какое-то время без практического дела Ариадна Владимировна пишет первую книгу о русской революции. Вот первая книга о русской революции написана Терковой Вильямс в 1918 году в Лондоне по свежим следам. Она называется «От свободы до Брест-Литовска». Брест-Литовска там, где был подписан мир с немцами сепаратным. Это подробный и очень осмысленный рассказ о том, что произошло с Россией в 1917 году. Она до сих пор не издана в нашей стране. Как описать Новороссийск? Кадеты беженцы вши больницы. Люди перестали мыться. Нет белья. Спят на столах, болтаются подошвы. А на улицах все гробы и гробы. Власть развалилась. Никто не знает, кто теперь начальство, где оно и как его зовут. То, что мы считали ядром нарождающейся русской государственности, оказалось, если не мыльным пузырем, то каким-то комом глины, который распался от первого толчка. Абсолютно жесткий, мужской, трезвый взгляд на происходящее. Без какого бы то ни было Сисюка. Она эвакуируется из Новороссийска, оказывается вновь в Лондоне в начале 20-го года. И тут как бы судьба улыбается ей. Сын сумел спастись. Он был офицером Врангельевской армии и приезжает к ней. Удалось спасти дочь, которая была сестрой милосердия в Белой армии. Она больная тифом, умирающая, была найдена матерью в Сербии, куда эвакуировались остатки Врангельевских частей. Спасла дочь, привезла в Англию. Более того, из Красного Петрограда она сумела вывезти старушку-мать. Как ей это удалось, я до сих пор не понимаю. Объем работы, которую она проделывает, как вот начальник штаба русской эмиграции в Лондоне, не поддается осознанию. 20 человек должны работать на износ, чтобы проделать то, что она проделывала. В силу вот этой фантастической пассионарности, уникальной для русского народа, во всяком случае, способностью никогда не ограничиваться только словами. А всегда от слов переходить к делу и доводить начатое до конца, она, конечно, человек нетипичный, уникальный. И вот вся ее жизнь это титаническая борьба, с одной стороны, против судьбы. Она все время находит в себе силы грести против течения. То есть пленницы одновременно, пленницы, которые в перманентном побеге. Я считаю потерянным тот день, когда я ничего не делаю для России. Десять лет я посвятила работе над книгой о жизни Пушкина. Это был лучший способ сохранить связь с Родиной. Пушкин это квинтэссенция русской культуры, квинтэссенция России. Вот когда тебе очень не хватает России, русского языка, обстоятельств русской жизни, русского размаха, вот этой вот всемирной отзывчивости, которая свойственна русским человеком, ты так или иначе приходишь к Пушкину, потому что в нем все это и есть. Внезапная смерть Гарольда была для меня страшным ударом. Земля уходила из-под ног. Чтобы не впасть в отчаяние, я прибегла к проверенному средству. Каждый раз, когда мне становилось неимоверно тоскливо на душе, я писала. писала все то, что хотела бы ему сказать. И я вынесла это горе. Я думаю, что Риадну Теркову Вильямс, в общем, можно назвать скорее хозяйкой своей судьбы. Прежде всего, потому что, в моем понимании, она была по-настоящему свободным человеком. И она развивалась, в общем, как свободный человек. Очень важно, что, будучи почти нигилисткой в молодости, она закончила свою жизнь монархисткой и очень верующим человеком. Во время оккупации она живет на юго-востоке Франции, в Гренобле. И в эти годы она пишет свои мемуары. То, чего больше не будет. Когда это дело сделано, она собирается и в 51-м пересекает океан. Она едет в Америку к сыну. А ей уже 80 лет, понимаете? Это уже можно начать отдыхать. Она ввязывается в деятельность Толстовского фонда, который занимается помощью иммигрантов. Она умирает в абсолютно полном сознании. И уже перед смертью она умерла на руках своего сына, который и передал нам ее последние слова. Она постоянно мыслями возвращалась к родной Вергежи и говорила, как бы я хотел сейчас быть у себя в Вергежи, как бы я хотел увидеть Волхов. Мы, как язычники, обожали Волхов. Я каталась с братьями на лодке, но чаще все же одна. Заеду далеко, лягу на дно лодки и смотрю, как плывут, меняются, встречаются и тают облака. И куда бы меня не закинула судьба, я люблю подолгу смотреть на небо. Но таких облаков, какие грудятся у нас над Волховом, я нигде и никогда больше не видела. ГРОХОТ